Всем приветствую, друзья! С вами вновь R2R, вы на канале It's Lucky Time, и мы продолжаем играть в террарию версии 1.3. Прежде чем начнем, хотел бы извиниться перед теми, кто следит за моим творчеством. В общем-то, за то, что видео уходит сейчас, мягко говоря, нерегулярно, все дело в том, что основные силы кидаются на новую группу ВКонтакте Pixel Games, ссылочку можете найти в описании. И, в общем-то, я один из администраторов, модераторов, так сказать, ну и также основная работа тоже занимает большую часть моего времени, к сожалению. Итак, в общем, начнем играть. Сегодня у нас по плану Скелетрон, будем биться, попробуем, по крайней мере, но мне прислали небольшой подарок в форме, так скажем, карты. В форме карты давайте же посмотрим, что для меня припасли, приподнесли, точнее говоря. В общем-то, один из подписчиков, и также мы с ним играли, вы уже увидели, Артема под никнеймом Дакар, один из персонажей у него. Вот такую небольшую карту в новогодней тематике. Достаточно забавно, все как надо, так сказать. То есть и стены, так сказать, обои в новогоднем стиле, елочки стоят, ну, на самом деле, прекрасно. Очень-очень по-новогоднему. Тут какие-то у нас сундучки стоят сразу при входе. Ну, это декорации всяческие. Тут также мебель, да, еловая. Ага. Что это за костер такой интересный? Даже не знаю. Интересно выглядит. Куча всяких штуковин, мнений известных. Совершенно это что? Увеличивает максимальное количество миньонов. То есть, если я сделаю это, у меня будет 2? Нет. Нет, не в этот раз. Так, еще какая-то штуковина. Ящик с боеприпасами. 20-процентный шанс экономии боеприпаса. Интересно. Это что? А, эта штука перематывает время. Это я уже видел. Так, заострение атаки в ближнем бою. Пробивает броню. Это увеличивает магическое... Увеличение магической силы. Так, это, я так понимаю, какие-то станки. Но это для покраски. Для красителей. А вот это я даже не знаю. Даже не знаю. Ну хорошо. Что у нас здесь? У нас общежитие. Сколько? 10 человек у нас тут есть. Но мы все их видели. Кроме, пожалуй, Линкольна. В моем прохождении, по крайней мере, это у нас портной. Это портной. Так, основная, я так подозреваю, комната. Три елочки стоят. Так, от жителей. Ну, подарки, видимо. Давайте глянем. Смена пола. Ха, забавно. Свинья-копилка. Интересно. Я думаю, даже возьмем. Мне интересно будет, а если ее поставить в разных местах, будет ли она, так сказать, одна. Как, допустим, сундук Эндера в Майнкрафте, если кто играл. Знает. Так, шлем ночного зрения в натуре. Ничего себе. Если бы, наверное, он повышал защиту больше, я бы, наверное, даже одел. Давайте глянем, как это выглядит. Я как какой-то судья Дред или Робокоп. Забавно. Так, серп. Позволяет собирать сено из травы. Прикольно. Всякие разные красители. Замечательно. Реактивный ранец. Ну, у меня пока свой есть. Я думаю, что эта штуковина будет, наверное, похуже. Моих супермодных ботинок. Три в одном. Хорошо. Так, конфетные блоки. Угу. Что дальше? Подарок для того, кто снимает. Так, превосходное лечебное зелье на 200 единиц. Возьмем. Смена пола. Нет, спасибо. 47-й у нас все-таки мужчина. Максимальное здоровье увеличивает на 20%. Интересно. Возьмем. Цель депортации. Телепортирует у вас в случайное место. Ха-ха. Довольно-таки любопытно. Пока оставим. Потом возьмем. Можно будет поиграться с этим делом. Еще превосходное зелье. Давайте возьмем и его. Поможет нам в битве с боссом. Так. Максимальное количество последователей нам не нужно. Звездопад при ранении. Звездная мантия. Плюс 20 единиц маны. Я даже не знаю, стоит ли ее брать. Звездопад при ранении, это, конечно, прекрасно, но вместо чего я взять, даже не знаю. Можно одеть как плащ, в принципе. В принципе, как плащ. Будет у нас плащ фиолетовый. Можно его даже покрасить в красный и будет забавно. Где там у нас красители? Он здесь, да. Ну-ка, краска-мираж. Что за краска-мираж? Во. Довольно-таки забавно смотрится. Правда, все мое черное барахло все вообще скрывает. Ну-ка, а что больше всего скрывает? Броня, что ли? Да, броня. Ну ладно, оставим так. Пускай. Что дальше? Мега-акула. Мега-акула. Но она... Она будет имбовой для данного этапа. Мне кажется. Плюс на нее нужны патроны. Хоть у меня есть мушкетный, самый обычный, но блин. У него бешеная скорострельность. Короче, не будем ее врать. Это будет слишком просто. Мне так кажется. Так, ледяной джезл. Он размещает блок льда. Забавная штука, но... Просто так вот, скорее, мне для коллекции потом. Латышка-пертушка, кстати, забавная штука. Забавно. Оставим ее. Так, конфетный крюк. А вот это интересно. Довольно-таки интересно. Сколько, интересно, у нее длина? Ну-ка, вот допустим... Доел кипалки. Допустим, от двери до... Ну, до сундука примерно. А мой? А мой? Мой примерно так же. Чуть похоже. Давайте возьмем конфетный. Так, этот оставим здесь. Потом я к тебе его заберу. В принципе, он не нужен, наверное, уже. Так, игручные сани призывают снеговичка. Можно надеть. Куда его можно надеть? А, смотрите, в натуре призывает снеговичка. И что он делает? Следующий за вами. Забавно, забавно. Ничего не дает по характеристикам, но прикольно. Вот, зачарованные часы солнечные позволяют перематывать время раз в неделю. Но возьмем, в принципе, тюменет. Штурмовый лук Дедала. Штурмовый лук Дедала, он выпадает с мимиков. Так сказать, сундуков. Которые монстры. По сути, тоже хардовая вещь, но не такая имбовая, на мой взгляд. То есть, с каждым выстрелом у нас будет падать 4. Давайте покажу. 4 или 3. Вот таких вот звезды, так скажем. С неба. Ну, достаточно неплохая штука. Не такая имбовая. И ковбойский сет. Прикольно. Давайте глянем, как это выглядит. Так, и ковбойские сапоги. Нужно краску снять, наверное. Я буду ковбоем. Ну, пускай буду я ковбоем. Забавно. Так, что у нас? Фрукты жизни постоянно увеличивают максимальное здоровье на 5 единиц. По сути, тоже хардовая вещь, но 5 единиц не так уж и много. Давайте схаваем. Не дожидали ачивочку. Теперь у нас 405 здоровья. Дальше мы будем их находить все больше и больше, но пока вот так. Так, подарок для напарника. Забавный костюм. Опять же, игрушечные сани. Сломанный меч героя. Интересный материал. Так. Кольцо с алмазом. Просто украшение. Так, призывающее зелье. В принципе, тот же набор. Валун также был, по-моему, здесь. Да. Хорошо. Потом возьмем, если напарник появится. Так. Что у нас здесь? От жителей, опять же. Стимпанк-крылья. Но, опять же, хардовая вещь. Слишком легко. Кстати, выглядит они прикольно. Давайте я вам покажу. Выглядит достаточно эффектно. Вот так вот. Люблю стимпанковский стиль. Ну и... Крылья тоже выглядят классно. Так. Еще что от жителей? Автомолот. Крылья я ставлю. Автомолот. Прокапывает хлорофитовые слитки. Но у нас нет хлорофита. Оставим пока. Сминяк-билка. Опять же, странное растение. Покраска. Ну и всякие вкусности и блоки. Земляной жезл. Понятно. Ладно, спасибо, Артем. Мне достаточно приятно. Если кто-то из подписчиков еще хочет что-то подарить. Напоминаю, что хардовые вещи я стараюсь не брать. Ну а так, в целом, карта симпатична. Я бы, наверное, не нашел время, чтобы сделать что-то подобное. Спасибо. Ладно. Друзья, переходим к непосредственно нашему миру и... бою. Наконец-таки бою с Скелетроном. Все, вернулись мы домой. В целом, тут никаких таких грандиозных изменений нет у меня после прошлой серии. Сейчас давайте скинем все, что нам не нужно. Так, синюю копилку я ставлю. Зачарованные часы. Поставим. Посмотрим, как они работают. Так, маска волка мы убираем. Желудь мы убираем. Зелье жизненной силы. Это мы выпьем перед боем. Так, знамя я возьму с собой. Покажу потом зачем. Светящиеся палки вот мне нафиг не нужны сейчас совершенно. Только захламляет. Ладно, здесь оставим. Сделаем максимальное количество факелов. И в целом-то мы готовы. Правда, 8 утра. Ну-ка, давайте посмотрим, как работают часы. Опа, солнце пошло как. Интересно, насколько они перематывают. Так, уже день. Ох, как люто они перематывают-то, елки-палки. И они дальше мотают, ребята. А, все, до 4. Да блин, я не успею тогда Скелетрона завалить. У нас куча бафов, да, осталось? Ну да, осталось. Ладно. Не кончится. Оттуда мы с Скелетроном начнем сражаться. В общем-то, построил я железную дорогу. Ну, это ускоряет путь к данжу. Кому интересно, заняло это примерно 10 минут, наверное. И по ресурсам не могу сказать. Ну, шло рельс, наверное, тысячи-полторы примерно. Да. То есть и со скоростью 15 миль в час я двигался по рельсам, строил эти рельсы перед собой, получается. И все, достаточно быстро получилось. А, ну еще зелье строителя выпил, чтобы дальность блоков, хотя можно и без него было. В общем, достаточно быстро. Так, что еще я хотел сказать. Все, мы приехали. В общем, построил такую небольшую арену, так скажем. Мне вот что-то кажется, что она все-таки маленькая. По ширине. По сути-то ладно. Так, построил комнатку, подглядел в одном гайде, что можно вот так вот сделать. Тем более то, что NPC сейчас могут сражаться, и достаточно неубиваем. И не знаю, насколько это правда. Поглядим. В общем, поставил здесь медсестру. Она теперь будет нас лечить за денежку. Вот. Знамя. Знамя глаза я сюда сделал, чтобы если глаза какие-нибудь полетели на нас, я смог их остановить. Так, насчет копилки. Сейчас глянем. Сейчас глянем. Снеговичок, блин, забавный. Еще и на санях летает. Красота. Так, что еще? Костры. Костры, которые увеличивают... Как это сказать-то правильно? Ускоряют регенерацию нашего здоровья. Регенерируют немного быстрее. Немного, но нам хватит, я думаю. Так, насчет копилки. Все, медсестра отошла. Давайте глянем. Сложить. 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 А, я только дома смогу посмотреть, да? Блин, блинский. Хорошо, давайте. Давайте я сгоняю домой. Купил себе ее. Первый раз я ее вообще пользуюсь. Достаточно интересная штука. При 25 урон... Единице урона... Урона, блин. Урона в ближнем бою. Неплохо то, что она все-таки вот так вот может... На одном месте крутиться. 8 секунд у него... Получается... Как сказать-то... В общем, держится он 8 секунд. Что неплохо. Не помню, правда, за сколько я его купил. У странствующего торговца. Но это так, кому интересно. Так, что еще? Что еще? Копилку мы хотели посмотреть. Вот что еще. Да! Достаточно удобно, слушайте. Считайте, я всегда буду в копилку класть деньги, где бы я ни был. Ну, точнее. Ну, вы поняли. Короче говоря, там будут деньги. И еще и вещи, наверное, можно складывать. Достаточно классно. Да, вполне. Я вот сейчас думаю, стоит ли поставить кровать там. Или все-таки не надо. Попробуем сначала без кровати, наверное. Потом как получится. Ну, хорошо. Короче говоря, ждем ночи. Я мотну время. Ну, точнее, для вас мотну время. И там уже встретимся с вами. Ну, что ж, друзья. Наконец-то. Наконец-то у нас вечеряет. И сейчас мы отправимся на смертный бой. Берем с собой последнее зелье, которое, я думаю, увеличит наши шансы на победу. Зелье... Зелье... Поехали. Нам было, блин, раньше выдвинуться. Ну, ладно. Когда ждешь, самое плохое. Плохое. Самое плохое ждать. Блин. Я не знал, чем занять тебя. Да. Что мы делаем? В общем, я взял два флакона, которые бафнут наше оружие ближнего боя. Мне вот знаете, что интересно? У нас есть, короче, меч, понятное дело, ближнего боя, оружие. А есть йо-йо, у которого, по сути, 25 урон в ближнем бою. Считается ли это оружие ближнего боя, я даже не знаю. В общем, такие дела. Все равно бафнемся, посмотрим. Ну, соответственно, отравляет и еще и огнем поливает. И еще интересный вопрос. Меч у нас и так огнем поливает. Ну, то есть, поджигает. Будет ли плюсоваться урон огнем от зелия, от флакона? Я даже не знаю. Посмотрим. Сколько у нас? Почти 9 вечера. Сейчас уже... Уже можно вызывать. Да, вон луна появилась. Главное успеть. Напоминаю, что если мы босса не успеваем за ночь убить, то он просто-напросто уйдет. А, нет, он не уйдет. Он, по-моему, суперсильным становится. Не знаю. Короче говоря, за ночь мы должны. Просто обязаны его победить. Если, конечно, не умрем. Так, что мы сразу делаем? Бафаемся, бафаемся. Далее прибавляем себе жизнь. Так уж и быть, лечимся за медные монеты. Ну, давайте, вызываем. Фух. Не уверен я за свои силы, но что поделать. Давай, старик. Проклятие. Ой, ёп. Сразу вот так вот, да? Жестко-жестко колотит. Я так помню, что надо руки. Ёп-палки. Хи-хи-хи-хи-хи. Ху-ху-ху. Жестко-жестко-жестко-жестко-жестко. Очень жестко. Миссистричка, помоги мне, пожалуйста. Спасибо. Разница в том, что медсестра... Медсестра лечит... А, бесконечно. В отличие от зелью, у которых есть время на резист. А, и на перезарядку, так скажем. Ох, лук-то вообще четкий. Так, давай, лечи меня. Так, пока все неплохо. Более-менее. Надо руки. Но потом еще фаза пойдет другая. Давай, 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 давай. Руки, 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 руки. Мочи руки. Почти руки убили. Спасибо Артему за лук. Без него бы я, наверное, не справился. Так, 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 так. Стрел вроде у нас предостаточно. Осталась одна голова. А сколько? Много. Много. 8800 у него вовсе здоровье. Крутипсу, зараза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Льди, противная. Уйди, 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 уйди. Давай, давай, лечи. Ну, не так уж и дорого. Денег у нас тоже не так много, поэтому... Нам это важно. Смотрите, он меня не трогает. Ай-яй-яй. Ага, конечно. Тихо-тихо-тихо. Смотрите, как прицепился. Зараза. Капец. Так, давай, лечи, пожалуйста. Так, нужно быть готовым к тому, что он может начать опять вертеться вокруг меня. Сволочь такая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Выскочила за арены. Собака. Так, лечимся. Да, медсестра была хорошим шагом. Несмотря на то, что лук неплохо справляется. Хоцует нас. Ху-ху, друзья, мы победили. Мы победили. Отчасти, конечно, в этом виноват лук. Но, блин, блинский. Сейчас переведу дух. Ах, повержен демон. Вон, подземелье, блин. Так, сумка с сокровищем. Давайте глянем, что там нам вкусненькое. Это тут 14 золотых. Неплохо. Считайте, отыграли денег малька. Так, костяная перчатка. Метательный урон. Бросают усиленные кости. Что-то я не понял. А, получается у нее... У нее кости, типа, боезапас костей должен быть. Так, книга черепов. О, я же еще даже и миньона своего не вызвал. Черт это маленького. Ничего себе. Все-таки победил. 25 магического урона. Книга черепов. Ага. Ну, блин, мы не маг. Мага мне все-таки становиться не очень хочется. Хух. Друзья, ну, блин, победили. Наконец-таки. Теперь мы со спокойной душой можем идти. Идти в данж. Легко. Причем, смотрите, мы даже не использовали зелье, да? Достаточно неплохо все прошло. Зелье, я имею в виду, на здоровье, да. Так, ну что, штормовый лук дедала. Вещь. Очень крутая вещь. Прям вообще супер. Ладно, пойдемте в данж. Еще зря воевали. Посмотрим, что там вкусного есть. Что за знамя? Просто декорация. Фух. А, данжета не канает этот лук. Только на просторах. Ладно. Еще и верстак. Демонический, или как он там называется? Опа. А что это у меня стрелы взрываются? Интересно. Ладно. Так, мешок с растениями. Золотой ключ. Замечательно. Забрать все. Пожалуй. Ох ты. Маг и волшебник. Полчай. Костяной в голове своей. Так, свеча. Можно ее убрать? Можно. Раньше, по-моему, было так, что у тебя свеча в инвентаре, и тебе мобы прям цепляются. Есть я ничего не путаю, ребят. Такую статую меня, по-моему, нет. Статуя щита. Разгневанный скелет. Что ж тебя так разгневало-то? Вот сам. Так. Идем дальше. Надо было, наверное, монеты сложить. Ну да ладно. Будем надеяться, что мы не умрем. Глупой смертью какой-нибудь. Так, куча всякого барахла. Нам бы сундуки. Нам бы сундуки. Наверное, все-таки они глубже. Так, зелья предчувствую. Отсвечивает источник опасности. Не помешает. Куча всяких ловушек и шипов. Так что, почему бы и нет. Так. Чего они у меня взрываются-то? Серьезно? Стрелы какие он юзает? Блин, ничего такого особенного. Так. Ключ. О! Мне дали очивочку ограбления темницы. Подозрительный глаз. Мы уже можем три. Троих. Как их называют? Глазищ вызвать подряд. Будет достаточно забавно. Опа-па. Ать-ать-ать-ать-ать. Тихо. Ребята. Интересно, скелетрону можно еще раз вызвать? И придется новый мир создавать. Именно скелетон. Скелетона. Ну, короче говоря, вот которого я только что мочил. Потому что я как бы не помню, что есть еще какой-то механический скелет. С какой-то бешеной прической на голове. Мне интересно, можно ли того же вызвать. Так. Ключа. Ключ у нас есть. Так. Стоять. Голубая луна. Так. Как-нибудь тебя убить. Нет. Стрелы слишком жестко вылетают от меня. Сейчас посмотрим, что в сундуке. Что я никак не могу. Минутку найти. Зели перышко. Бла-бла-бла. Ну, забираемся потом. Потом что-нибудь выкинем. О, кстати, начали кости падать. Я так понимаю, боеприпасы, да? Где они? Я не вижу. Вот. Кость. Да. Можно, кстати... А, я же выкинул. О, ловушка. Брали. Хорошо. Получай, череп. Ну, смотрите, даже с твоей броней достаточно неплохо я держусь против монстров этих. Блин, нет ключа. Очень плохо. Ой-ой-ой. Что я делаю? Нет, ключа. Еще бы зелья сейчас этого. Ах, как он называется. Зелье шахтера бы. Не помешало бы. Мы сейчас увидели все интересные места. Офигеть, там армия целая. Внизу смотрите, что творится. Где мой чертик? Ох. Я со сколько денег с этого всего подниму. Блин, я боюсь туда спускаться. Бам-бам-бам. Офигеть. Просто адское пекло. Творится. Малое лечебное зелье. Ай. О, золотые ключи подобрал. О, еще один золотый ключ. Прекрасно. А тут что? Надо какой-то ледяной ключ. Не знаю даже, где его взять. Потом узнаем. Так, свечу. Нафиг. Он, наверное, пригодится при создании ферм. Опа. Как он так появился? Так, открываем, смотрим. О, кобальковый щит. Спасибо, спасибо, великий рандом. И вот и я искал. О, зелье шахтера. Прекрасно. Зелье возврата нам не нужно. Ладно, оставим это здесь. Хотя, блин. На самом деле, надо бы сделать вот так вот, наверное. Чтобы мне не мозолил глаза этот сундук больше. Так, замечательно. Вон там еще один сундук, который мы не подобрали. Да, ну, по-пау, со всех сторон демоны. Скелеты, точнее. Так, волшебная ракета. Плохая штука, слушай, че. Ману, правда, хавает. Черт возьми. Так, гель нам не нужен. Эту штуку я взял бы. Вместо... Умрите все! Вместо вот этого зелья. Капец, че их так много? Вроде свечей нет. Ладно, хоть взрыв от моих стрел меня не подсвет. Это очень помогает, знаете ли. Надо зелья выпить. Так, кстати, зелье повышения здоровья не помешало бы сейчас. У нас есть еще один ключ. Замечательно. Обожаю данжи. Жалко, что в мире террорий он только один и всегда одинаков. Так-то было бы классно разнообразные данжи увидеть. Так, водяной скиптор, ну всякая лабуда, по сути. Зелия возврата, опять все хотят мне впичкать. Но оно мне не нужно. Шип там прибыл, кто бы ты ни был. Либо странствующий торговец, либо какой-то человек. Кстати, напоминаю, что нам нужно в данжи обязательно найти, как же ее называют, механика. Нам очень нужны провода, я наконец-то хочу сделать фермы для дропа всяких штуковин интересных. Я не могу открыть. У меня нет ключа, у меня же есть ключ. Я не смог его подобрать, потому что, Полина, у меня инвентарь полный. Ай-яй-яй. Ну давай медный слидок выкинем. Сачок. Че можно выкинуть-то? Вот эти шняги тоже. Зелия лучника. Да давайте сразу выпьем, че уж. А, было зелия лучника выпить. Перед боем мы бы сейчас вообще его заколотили бы. Скелитрону-то. Мы и так неплохо справились, но не менее. Где я ключ-то видел? Кто скажет? О, я нашел механика. Магазин сразу. Техническая линейка, гироу, мотиватор. Круто, круто, все. Не помнится, еще можно сделать телепорт. Тоже интересные вещи. Так что. Много чего нового после смерти скелитрона. Смотря на то, что много открывается после харда, не менее, есть что поделать теперь до боя со стеной плоти. Так, где же я видел ключ-то, елки-палки. Ой, весна, весна. Ее звали... Ай-яй-яй. Ее звали весна. Ай. Ха-ха. Прям название какого-то. Трагикомедии какой-нибудь. Ее звали весна. Вот, вижу сундук. Ну, блин, у меня нету ключа. Беда. Нужен ключ. Проблема всегда с забиваемым инвентарем. А что, у нас зелье шахтеры кончилось? Да? Или нет? Нет, не кончилось оно. Где оно? А, вот он, спирелок. Я ищу название зелья шахтера и не вижу. Так, где же, блин, ключ-то я взял. Точнее, видел. Или я все-таки взял его и все. Во. Это же по-любому вот эта штуковина, которая... Да, увеличивает максимальное количество миньонов. Вот она где находится, оказывается. Мурамаса. Помнится, из нее делается крутой меч. Оставим. Так, бомбу. Лучше динамит. Так. Все, нам нужно место. Подключики. Ой, еп. Ничего там. Долбануло-то как. От души. Так, дайте мне ключ, ребята. Я вижу какой-то еще стол. Что это? Похимическая лаборатория. Интересно, это альтернатива. О, тридцати... О, нифига, меня запуливают там. Тридцати трехпроцентный шанс не использовать ингредиенты при создании зелий. Прикиньте. Вот это поворот. Однако. Так, сюрекены, короче, выкинул. Хрен с ними. Так, блин. Сели хрень и шреждения по воде, да? Пичкают всякими разными непонятными штуковинами. Короче, нам надо вверх. Уйди. Я уже уничтожу 50 разгневанных скелетов. Прикиньте. Так, веревку нафиг. Она нам не нужна. Как не добраться до... Ой, я могу. Блин, я не хочу так. Опа! Здорово, ребята. Как дела? Стрелы, кстати, не взрываются, как это, видимо, был. А что это было-то на самом деле? Хм. Вопрос. Ладно, я даже не знаю. Зелье-то... Ой, зелье-флакон-то у нас увеличивал только ближний бой. Вон-то туда. Ох, сундук. И опять... А, это тот же самый. Ну, дайте нам ключ. Пожалуйста. Ай! Ай! Так, надо зелье здоровья выпить. Так. Ух, ёпки. Опять полный инвентарь. Ну, блин. Это что? Зелье-добыча? Понятно. Так, синий крипич идет. Зелье-шахтера еще есть. Хорошо. Балин, прям по шипам. Че такое? Грестяпада. Древянная стрела. Ключ. Наконец-то. Ай! А-та-та-та-ра-та-ра-та-та-там. Ух. Все, идем открывать сундук. У меня очень мало здоровья. Только сейчас заметил. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Ох ты, ёлки-палки. Доблесть. Среднее отбрасывание. Вот что нужно-то. Поторопился, да, я? С этим самым... Как он там называется-то? С ее. Так, еще один подозрительный глаз. Короче, забрать все. Забрать все. Динамит. Сейчас же меня долбанет. Нет, не долбануло. Стрела шутает. Это же стрела шута. Необычная стрела. Платиновый. Водяная. Блин, я... Мне не хочется ничего выкидывать. Зелье перышко можно. Перешков выпить. Пофиг все. Как-то так. Что там осталось? Зелье возврата. Так вот. Давайте еще немножко походим, посмотрим. Нам опять же нужен еще один ключ. Полюбва встретится. Еще один сундук. И потом черных ключей еще не было совсем. Айх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько денег? 26 садых. Ах ты сачий. Полосачий. так ладно идем туда папам папам просто стена огня от нас неплохо конечно а что еще живой 5 полный инвентарь на елы-палы ах ты хорошо ему он сквозь стены стреляет гад у нас кстати зелье шахтера закончилось действие не очень хорошо так вижу сундук который даже без замка а он обычный свечку убрать есть так чё у нас тут еще один ключ не продается череп сволото оба блин со всех сторон не минуты покоя за такое дело-то твою налево блин засмотрелся так хорошо друзья давайте тогда на этом закончим данжи еще поговоримся тогда следующей серии или блин между сериями не знаю пока я даже в общем закончим наконец-таки победили скелетрону наконец-таки я могу шастать по данжу и теперь шансы на победу в бою со стеной плоти увеличиваются в разы уже ну а с вами был дар твер спасибо друзья за внимание мы играли в террарию версии 1.3 всем удачи всем пока пока удачи всем пока я Продолжение следует...